Здравствуйте, друзья! В эфире канал НьюАшвод и с вами я, Юрий Гимельфор. Топовый видеоблогер Данила Поперечный записал видеообращение к правительству Российской Федерации с требованием исключить видеоблогера Руслана Соколовского из списка экстремистов и террористов. Ссылка на видеообращение Данила Поперечного дана в описании. Кстати говоря, к нему присоединились еще такие топовые блогеры, как Ильдар Хабибуллин, Николай Соболев, Елена Шейдлина, Дмитрий Сыендук, Федор Нечитайло, Ли Кей, Евгений Попадинец, Эльдар Джарахов. Это действительно, я не скрою, я не лукавлю, это замечательное обращение. И вот чтобы не было недоразумений, я сейчас покажу, что блогеры не лукавили. Действительно, в списке Росфин-мониторинга содержится Руслан Соколовский. Внимание на экран. На сегодняшний день в списке террористов и экстремистов, которые ведет Федеральная служба по финансовому мониторингу, находится, как мы можем с вами убедиться, вот сейчас, 7524 человека. Из них, значит, Руслан Геннадьевич Соколовский находится на 5847 месте. Также в этом интересном списке находится бывший Александр Михайлович, который попал в этот список только за стихи. Подчеркиваю, только за стихи. Школьный учитель. Я не вижу, кстати говоря, разницы между тем, что попал в этот список поэт или блогер, который играл на своем мобильном гаджете в какую-то игру и имел несчастье в нее играть в храм. Впрочем, дело не только в этом. Безусловно. Уважаемые коллеги, я имею ввиду видеоблогеров, совершенно правильно ставят вопрос о том, что несоизмерима общественная опасность Руслана Соколовского и террориста, захватившего школу в Беслане. Это совершенно верно было подмечено и это, мягко говоря, выглядит, причем очень мягко, странно. Несоизмерима общественная опасность этих двух людей. Но, к моему глубокому сожалению, мои уважаемые коллеги, с моей точки зрения, ставят вопрос не совсем верно. Надо не конкретизировать 282-ю статью. Кстати, если рассуждать с этих позиций, то проблема нашей страны именно в том, что 282-я статья реально не работает. Я имею ввиду статью об экстремизме. Потому что, если бы она работала, то давайте мы назовем вещи своими именами. Добрая половина депутатов Государственной Думы Российской Федерации, а также две трети сотрудников сервильных СМИ, они отправились бы стройными рядами за решетку. Потому что те утверждения и высказывания, которые себе допускают Владимир Рудольфович Соловьев, господа типа Киселев, хирург Залдостанов, он же Гога, он же Гоша и так далее. Так вот, то, что они высказывают, это тут к бабке не ходи. Это попадает под действие 282-й статьи. Но подчеркиваю, это проблема, хотя она и существует, она вторична. Потому что первична проблема другая. Вот существует некий список в государстве, на основании которого человек, занесенный в этом списке, занесенный в этот список, поражается в правах. Таких, кстати, список Росфин Мониторинга, это не единственный список. Ну, например, вот я приведу пример, который не обидит никого. Это список банкротов. Да, человек, занесенный в список банкротов, тоже поражается в правах. Я могу вам сказать, что банкрот не имеет права быть частным предпринимателем, не имеет права, так сказать, быть учредителем коммерческих фирм, не имеет права занимать должности, связанные с правом подписи под финансовыми документами и так далее. Но, но, во-первых, это происходит по решению суда. А в список экстремистов и террористов человек может быть занесен вне всякого решения суда. Это внесудебная мера. Вот что страшно. Второй момент, тоже, который необходимо подчеркнуть. Когда мы, раз уж мы привели пример банкротов, то существуют четкие и понятные временные рамки выхода из этого списка. Да, банкрот. Вот пять лет он банкрот, или там сколько ему суд назначил, это не во всех случаях пять лет, но для физических лиц пятерочка. А потом все, как пел Владимир Семенович Высоцкий, и дальше Гуляр Ванина от рубля и выше. А здесь ничего не прописано, как выйти из этого списка. Третий момент, что тоже приводит меня в состояние глубочайшего недоумения. Если говорить о банкротах, раз уж мы начали говорить с этих позиций, то человек не остается, так сказать, изгоем. Он не лишается средств к существованию. У него не блокируются счета. Он может точно так же открывать счета, он может зарабатывать деньги. Да, в некоторых случаях, и опять-таки, по решению суда, он будет выплачивать своим кредиторам свою задолженность по исполнительному листу. Такое бывает, хотя и нечестно. А здесь человек просто лишается средств к существованию. Вот понимаете, друзья мои, вот те, кто меня давно слушает, они знают, что я не любитель резких выражений. Но вот сейчас я употреблю одно резкое выражение. То, что мы наблюдаем вот с этим списком экстремистов и террористов, есть юридическое безумие. Это натуральное безумие. Это даже нельзя назвать словом беспредел. Когда какой-нибудь отмороженный сотрудник Центра Э может просто взять и внести человека в этот список вне всякого судебного решения. При этом, возвращаемся к тому, о чем было сказано чуть раньше, никаких процедур выхода из этого списка, никаких условий, пусть формальных, пусть жестких, пусть дурацких, но каких-то понятных условий не прописано. Ничего не прописано. Друзья мои, вы понимаете, что происходит? Есть такая римская формула. Я уже раньше ее упоминал. Убиджи сенсартум ибинум. Если закон не определен, закона нет. А в данном случае закона действительно нет. Есть беспредел, возведенный, чуть не сказал, в закон. А опять же закона нет. То есть требовать надо, друзья мои, коллеги, требовать надо не конкретизации 282 статьи, а отмены этого юридического безумия, этой безумной фантасмагорической практики, когда человека просто могут запихать в какой-то список, я отвлекаюсь от того, в какой, который поражает его в правах, причем не просто поражает в правах, а лишает его средств существования. То есть, ну, хорошо, вот давайте рассуждать с этих позиций. Человека лишили средств существования. Человек не может получать официальную зарплату. У человека нет банковских счетов. Что человеку делать дальше? Вариант один. Заниматься криминалом. Или работать, это в лучшем случае, или работать за черный нал и не платить налоги. То есть вы же сами этим толкаете людей на криминал. Вы хотите мне возразить? Я внимательно слушаю. Но боюсь, что возражений-то здесь не будет. Поэтому подчеркиваю, не в 282-й статье дело, еще раз говорю, дело в том, что она не работает, а дело в отмене, причем немедленной отмене этого юридического безумия. Всего вам доброго. Подписывайтесь на канал ЮАШВОД. Будут вопросы присылайте, обсудим. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!